Фейк и дезинформация, их все больше и от этого все сложнее отгородиться. Фальшивые сообщения, которые не все способны отличить от правды, то, что раньше называлось утками, сегодня именуются вбросами. Фотографии подделаны в фотошопе, ролики, смонтированные в видеоредакторе, либо снятые совсем в другое время и в другом месте. Все это действует на нас, на каждого в той или иной степени. Это актуально. Здравствуйте. Однако фейк может появиться случайно, а вот дезинформация сознательно конструируется так, чтобы ввести в заблуждение. Фейк, по сути, поле любителей, дезинформация профессионалов. Из всего этого следует, что фейк в случае его несистемного порождения менее опасен, чем дезинформация. Но все-таки безобидным его не назовешь. Каждое ложное сообщение, например, новость об обрушении металлической конструкции в столице, которую накануне распространили в сети, в обязательном порядке проверяется, а это значит впустую потраченные силы спасателей, медиков и полицейских. Данная информация не подтверждается, сообщения в полицию и экстренные службы не поступало. Рассылаемое видео, а также голосовое сообщение правоохранительными органами изучается. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к распространению данной информации. Оказывается, на кадрах запечатлены последствия обрушения настройки гоночной трассы в России. Инцидент произошел 27 мая в Ленинградской области. В МВД постоянно предупреждают об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации. Однако телефонные террористы и виртуальные экстремисты, а по-другому их и не назовешь, продолжают спамить в популярных мессенджерах. Причем они прекрасно понимают, что современные технологии без труда вычислят звонок с любого номера и из любой точки страны. Даже если шутник попытается позвонить с скрытого номера или таксофона, его все равно найдут. Согласно уголовной статье за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма, срок лишения свободы может быть установлен до 6 лет. С каждым годом ответственность за ложный вызов ужесточается. Чаще всего шутники сообщают о заложенной бомбе. Если звонят дети, то, как правило, говорят, что бомба заложена в школе. Но если дети еще маленькие и их можно как-то понять, то чем руководствуются взрослые люди, понять очень сложно. Зачастую рядовые казахстанцы не осознают всю степень ответственности, рассылая фейковые сообщения своим родным и близким, становясь при этом, по сути, соучастником распространения ложной информации. Никто даже не пытается усомниться в достоверности. Проверить, позвонить, узнать, просто нажимают «переслать» и все. Важно понимать, что это может привести к очень серьезным последствиям. Компания WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, занимающихся или помогающих другим в злоупотреблениях, нарушающих наши условия предоставления услуг, в частности, в рассылке автоматизированных или массовых сообщений или использовании платформы не для личного общения, даже если это решение основано только на информации, полученной нами вне нашей платформы. Ворбе с распространением фейковых новостей мессенджер WhatsApp ограничил до пяти раз возможность переслать одно и то же сообщение. Раньше можно было до двадцати раз. Подобное ограничение полгода назад уже было введено в Индии, после того, как власти обвинили популярный мессенджер в тиражировании ложных новостей, которые стали причиной нескольких десятков случаев самосуда. Компания признала эксперимент успешным и решила распространить его на всех пользователей. Как это повлияет на сложившуюся ситуацию, пока не ясно. Зато совершенно точно известно, что лучший способ борьбы с дезинформацией это оперативные данные от официальных источников. Будьте внимательны, это актуально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова